Молодежь инвестиций в будущее. Молодежный форум по таким названиям прошел в гимназии имени Муксинова 27 февраля. На встречу с членами Молодежной общественной палаты при Государственном собрании Курлутая Республики Башкортостан были приглашены старшеклассники города. У вас замечательный район. Мы сегодня рады с командой нашей Молодежной общественной палаты приехать к вам. Спикеры выступали на актуальные темы. Это и молодежное предпринимательство, продвижение социально значимых проектов в социальных сетях и медиапространстве и реализация молодежных инициатив. Самый молодой парламентарий Егор Тарасевич рассказал о своем опыте создания социальных проектов. Обозначил, что выбор профессии нужно делать уже сегодня. Школа дает то, чем вы будете пользоваться в течение всей своей жизни. Поэтому читайте интересные книги, проявляйте свои эмоции и будьте искренне, посоветовал он ребятам. Несмотря на свой юный возраст, а ему всего 18 лет, Егор сказал самые нужные слова старшеклассникам Янаула. Именно от вас, сегодня и сидящих здесь в зале, можно сказать, зависит будущее, но я хочу сказать, что зависит и наше настоящее. То, какой выбор вы сейчас делаете в своей профессии, вы сможете принести этим самым пользу своей местности, своему прекрасному Янаульскому району. Как стать молодым предпринимателем, с чего стоит начать свой путь, с какими трудностями можно столкнуться и как их преодолеть, рассказал Тимур Зайнулин. Молодой человек посоветовал действовать и не бояться преград. На самом деле предприниматель – это тот человек, который никогда не боится ошибок. К сожалению, в школе нас не учит предпринимательство, и также в школе нас не учит тому, что в принципе ошибиться – это не так страшно, самое главное, что вы сделаете с этой ошибкой. Выслушав все выступления приглашенных гостей, старшеклассники сделали свои выводы. Слушая их, появилось желание достичь новых высот, даже просто саморазвиваться. Мне наиболее понравился тот, кто рассказал нам про свой бизнес, что у него были многочисленные провалы. То есть после девяти попыток бизнеса у него не пропало желание работать дальше. И меня это очень сильно замотивировало делать, делать, делать в будущем что-то большее. Участники форума обсудили такие темы, как ценности времени, постановка цели, реализация проекта, затронули вопросы саморазвития и здорового образа жизни. Судя по взгляду, по горящим глазам молодежи, мы надеемся, что все-таки интерес у молодежи мы вызвали, так как основная задача – это смотивировать молодежь, быть активными, быть деятельными, показать, что вот это время, которое называется молодость, оно очень быстро проходит. И важно направить в правильном направлении, потому что мы все знаем, что молодежь – это стратегический ресурс государства. И от того, насколько активна молодежь, зависит, какое будет будущее в нашей республике. Возможности в республике Башкортостан огромные. И важно нашу молодежь направлять в правильном направлении, чтобы они время свое использовали правильно. Преподаватель иностранных языков Елена Гельмединова поделилась опытом создания проекта с получением дополнительного заработка. «Привлечь внимание экспертов можно новизной, точностью проекта», – подчеркнула она. Молодежный форум в таком формате в Енауле прошел впервые, и в будущем его планируют проводить регулярно. Президанного Крещенова Нил Сафин, служба новостей Енаульского телевидения. Надеть противогаз и разобрать автомат, отжаться и потянуться на турнике – это и многое другое продемонстрировали учащиеся 8-9 классов на военно-спортивной игре «Зорница» 4 марта. 16 команд и всех школ города и района собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность», чтобы выяснить, кто самый сильный и ловкий. За ними наблюдала и наша съемочная группа. Строевой смотр – первый и самый продолжительный по времени конкурс «Зорницы», где каждый участник смог показать свою физическую подготовку и военную выправку. Внешний вид, единая форма одежды, четкое выполнение строевых приемов и команд – все это строго учитывается членами жюри. Ну, конечно, строго, потому что команда будет представлять район как бы уже национальных соревнованиях, а в дальнейшем уже можно попасть в республику. То есть эти соревнования, они серьезно, серьезно относятся все. Видите, 16 команд пришло все-таки. В команде 10 человек – это 6 юношей и 4 девушек. Несмотря на праздничное мероприятие, девушек судили также строго. Конкурс силовая гимнастика у юношей – подтягивание, у девушек – отжимание. В каждой команде по 4 человека, значит, девушки отжимаются, юноши подтягиваются. Девочкам поблажки есть? Берите, возьмите, Марта. Ну, единственное поблажку, что они с упора делают. Стрельба из пневматической винтовки требует точности и меткости. К этому этапу все ребята относятся очень серьезно. Многие были уверены в своих силах и рассчитывали на победу сразу в нескольких дисциплинах. Сборка-разборка автомата, сборка магазина, комбинированная эстафета и стрельба. Мы сами снова артовской школы, долго тренировались, упорно. Надеемся, что сегодня тоже, как в том году, возьмем первое место. Газы! Надевание противогаза – самый короткий конкурс. Они одеваются, заняты в этот конкурс и снимаются. У меня не получается. Надеть противогаз – задача не из легких. Мне для этого понадобилось сделать несколько дублей. А вот у участников такого права, к сожалению, нет. Они должны это сделать с первого раза на отлично. Анастасия Михайлова приняла участие в нескольких этапах Зорницы. По сборке и разборке автомата у нее личный рекорд. У меня в школе рекорд. Разборка-сборка автомата – это 23 секунды. Я участвую в конкурсах отжимания, разборке-сборке автомата, строевом. В снаряжении магазина участвуют в основном мальчики. Здесь важна и скорость, и ловкость рук. Еще один секрет успеха – спокойствие и уверенность, отмечают педагоги. Секунду за 20 собирает. Тут еще около 30 средние. А вы сами? Сами, наверное, больше. За тех, кто у нас в команде, больше переживаешь. Уверенности в себе, наверное, больше. И даже они переживают, и поэтому хочется их поддержать. Победителями муниципального этапа Зорницы среди сельских школ стали Новортаульские ребята. Среди городских сильнейшей стала команда гимназии. Они примут участие в республиканских соревнованиях. Резидент Новокрещенова Нил Сафин. Служба новостей Иноульского телевидения. Участники социального проекта «Старости нет». Своё занятие на этот раз решили провести несколько необычно. Организовав спортивное соревнование «Бабушка, я. Спортивная семья». Состязание прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 2 марта. Участие в нем приняли 6 команд. По заданию конкурса каждая семья подготовила визитную карточку, представив свою команду. После этого участников ждала спортивная эстафета. Бег с мечом, перестановка обруча, ведение меча гимнастической палкой и цепочка. Каждый старался пройти испытания как можно быстрее. Независимо от результатов, в этот день все участники получили массу положительных эмоций, зарядившись позитивным настроем в преддверии праздников. Реализация проекта у нас идет очень успешно. Наши женщины активные, позитивные. Они заряжают своей энергией своих подруг, детей и даже внуков. И даже внуки уже стали совместно с нами ходить на лыжах, приходить на такие спортивные конкурсы. До завершения реализации проекта осталось чуть-чуть уже, потому что мы в мае месяце участвуем в велопробеге «День тысячи велосипедистов», велосипедистов, которые проводят ежегодно на Совет Женщин Ленаурского района. И состоится круглый стол, как бы подведение итогов проекта и анкетирование. И вот в мае месяце мы завершаем проект. Но я надеюсь, что на этом она полностью не завершится, потому что желающие, активные наши женщины хотят продолжить и оздоровительную гимнастику, и хотят и лыжной ходьбой заниматься, и скандинавской ходьбой. Поэтому я уверена, что наш проект, он реализуется очень успешно. Акцию «Пристегни самое дорогое» провели педагоги и воспитанники подготовительной группы детского сада номер 6 совместно с инспекцией по пропаганде безопасности дорожного движения 3 марта в северной части города. Каждому водителю они вручили памятки по правилам дорожного движения и напомнили, как важно их соблюдать, и как ценно здоровье каждого участника движения, особенно самых маленьких янаульцев. Для самих ребят участие в подобной акции стало полезным опытом и закреплением тех знаний, что они получают в детском саду. За текущий 2020 год на территории Янаульского района зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир был госпитализирован в центральную городскую больницу. Мы провели профилактическую акцию «Пристегни самое дорогое». Целью данной акции является привлечение водителей, родителей к использованию ремней безопасности, использованию детских удерживающих устройств, так как именно от правильного применения ремней безопасности детских удерживающих устройств зависит жизнь и здоровье детей, детей-пассажиров. Открытие ежегодной школьной выставки лучших работ учащихся художественного отделения детской школы искусств прошло в фойе детской школы искусств 28 февраля. Из 140 работ учеников с 1 по 8 классы преподаватели отобрали 29 лучших. Их и представили на суд зрителей. А в этот раз тема выставки звучала как калейдоскоп идей. И главная задача авторов была проявить фантазию, показать, как они освоили выбранные художественные материалы. В завершении торжественной части победители конкурса были награждены дипломами и памятными подарками. До того, как я не ходила в художку, я не знала, какие бывают стили и сколько разных техник. Мне очень нравится рисовать живопись, так как там можно выбирать разные цвета, смешивать. Получается очень живописно и красиво. В художку я уже хожу около 4 лет. Мне остался последний заключительный класс. И там мы будем сдавать экзамен по истории искусства. В истории искусства мы проходим разных художников и картин разные. На этой картине беляешь. Я хотела изобразить мою любимую певицу. Я хотела передать ее настроение, характер и то, что она любит. Я хочу в дальнейшем поступить на дизайнера в городе Казань, потому что у дизайнера больше ландшафтного дизайна, потому что там можно... Я люблю рисовать разные комнаты и выбирать стиль мебели и цвет обоих. Муниципальный конкурс по радиоэлектронике прошел в минувшую субботу в станции юных техников. Приурочен он был к 125-летию со дня создания первого радиоприемника. Конкурс состоял из двух туров. В первой части у ребят были теоретические задания. Они прошли тестирование на знание основ радиоэлектроники и решили задачи. Во втором туре они должны были собрать радиоэлектронное устройство. На это ребятам отвели 30 минут. Основной целью конкурса стало выявление творчески одаренных детей и воспитание любви к выбранной профессии, развитие творческих способностей и навыков в области физической науки, техники и электроники. Мы организовали этот конкурс станции юных техников. И у нас сегодня участвуют четыре команды из города, школ, района. Это школа имени Радика Гореева, муниципальное бюджетно-образовательное учреждение школы номер 4, муниципальное бюджетно-образовательное учреждение лицей и одна команда из станции юных техников. Турнир боевых искусств, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 1 марта. Участие в нем приняли 140 молодых спортсменов. Каждый из ребят продемонстрировал свои успехи в освоении боевых искусств. Первыми в поединках участвовали самые юные спортсмены. Постигать основы единоборства они начали не так давно, но уже имеют определенные знания и опыт участия в состязаниях и потому соревнуются в программе «Кумите». «Кумите» отражает технический и тактический арсенал борца, его физическую подготовку. Ребята старались провести бой таким образом, чтобы нанесенные удары были максимально эффективны и вели к победе. Жюри оценивало количество нанесенных ударов, правильное исполнение движений, тактику ведения боя. «Три разные федерации участвуют на данном мероприятии. Спортивная федерация «Тхэквондо» города Наол, спортивный клуб «Окинава» и бойцовский клуб «Бальназар». Ребята участвуют в разных дисциплинах ввиду возраста. Младшие бьются поединки мягкими палками, по старшим ребятам спаррингуют в программе «Кумите», а также проходят формальные комплексы «Кота». По большему числу баллов засчитываются баллы, в течение двух раундов засчитываются баллы. Кто набирает больше баллов, естественно, кто-то выигрывает. Проходит до следующего тур. Участие в подобных соревнованиях для ребят – это большой опыт. Именно в спаррингах максимально отражаются достижения или недостатки спортсмена, над которыми нужно еще работать. Каждый раунд боя участникам давался нелегко. Конкуренция была на высоком уровне. Я занимаюсь три года, и мне очень хорошо нравится карате. Я там изучаю удары, все такое, защиту. Мы узнаем что-то новое, делаем показательные выступления, спаррингуемся. Я могу, ну, спаррингать, садиться, делать высокоудары, сильно бить. Вот такое. Сегодня у меня будет спаррингер. Так, две минуты бой. Завершился турнир награждением победителей, дипломами и памятными призами. Каждого в своей возрастной категории. А маленькие чемпионы уже мечтают о следующих победах и совершенствовании своего боевого мастерства. Гульнара Сиддикова, Леана Белалова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжит мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. 6 марта ожидается ясная погода без осадков. Ветер южный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 8, минус 10, днем минус 1, минус 3 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением местами небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на север. Магазин «Гузель Шишекляр» поздравляет женщин с международным женским днем 8 марта. Здоровья и счастья вам желаем. И пусть в прекрасный праздник красоты мужчины дарят вам цветы. В преддверии 8 марта приглашаем мужчин за цветами в торговый центр «Семья». У нас предоставлен широкий ассортимент живых цветов, готовых букетов, цветочных композиций и растений в горшках. Роза, хризантема, тюльпаны, лилии и многие другие прекрасные цветы. Магазин «Гузель Шишекляр». Работаем с 9 до 21 час. Ждем вас в советской 15, первый этаж. Делаем доставку цветов и букетов в городе Инаул. Внимание, только один день. С 7 марта в субботу в МКДЦ города Инаул состоится выставка продажа модных, элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая весенняя коллекция для женщин всех возрастов. Производство «Россия». Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, ветровки, пальто из драпа. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Лисанзиазова. Здравствуйте! 17 февраля с заявлением обратился житель Инаула, проживающий по адресу улицы Победы, дом 76, с просьбой принять меры в отношении соседей, которые не дают ему нормально жить, оскорбляют, шумят. Поздним вечером, 18 февраля, шумно было и по адресу улица Азина, 12, в Инауле. Шумели и в энергетике 21 февраля, о чем в 3 часа ночи сообщил житель дома по улице Высоковольтной. В это же время о шумных соседях сообщили и на улице из дома номер 26 по улице Ленина. И в Инауле продолжали гулять. Благо, день был в выходной, шумели и пьянствовали по улице Якутова, дом 10. И по улице Некрасова, дом 5, случился семейный скандал. 18 февраля, в полдень, получено сообщение о том, что в одном из домов по адресу 52-й квартал сработала кнопка тревожной сигнализации. Выездом установлено, что житель одной из квартир, используя малозначительный повод, устроил скандал со своей бывшей супругой. Материал направлен в административную комиссию. Утром 18 февраля сообщила медсестра приемного покоя Центральной районной больницы о том, что с диагнозом открытый перелом обеих лодыжек правой голени, со смещением обломков, с полным вывихом стопы наружу, под вопросом рубленная рана, в хирургическое отделение госпитализирована женщина 1950 года рождения. Выездом установлено, что вышеуказанное телесное повреждение она получила в результате падения по своей неосторожности, находясь у себя дома. Бдительность проявил другой житель нашего района, неизвестный мужчина, сообщил о том, что некий гражданин за взятку прошел медосмотр и получил водительские права, а сам состоит на учете у психиатра. Вечером после рабочего дня 19 февраля в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил о том, что ему позвонили мошенники, которые знают все его персональные данные и спрашивали его, подтверждает ли он перевод 4000 рублей, просит разобраться. В 9 часов вечера, 19 февраля, сообщила неизвестная женщина о том, что в деревне Каймаша произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Выездом установлено, что водитель 1978 года рождения, управляя КАМАЗом, съехал в Кювет и затем допустил опрокидывание автомобиля. В результате пассажир КАМАЗа и водитель с различными травмами доставлены в центральную районную больницу. 21 февраля через систему 112 поступило сообщение о том, что возле села Осавдебаш Янаульского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие. Выездом установлено, что водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Лада Калина, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной марки Чири Тига. В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры получили различные телесные повреждения. В этот же день, 21 февраля, в доме номер 5 по улице Некрасова, пьяный разбушевавшийся 45-летний мужчина, после ссоры с женой, видимо в целях устрашения кухонным ножом, нанес себе удар в левое предплечье. Ночью, 22 февраля, в Янаульскую больницу поступила целая семья из Нефтекамска, пострадавшая в результате ДТП. Родители и 19-летняя дочь среди диагнозов ушиб грудной клетки и ушиб левого коленного сустава. Этой же ночью в реанимационное отделение Центральной районной больницы с диагнозом «Токсическое действие алкоголя тяжелой степени» госпитализирован мужчина 1975 года рождения. К сожалению, пьют и женщины. 26 февраля, 22 часа 30 минут, в приемный покой с токсическим действием алкоголя тяжелой степени тяжести в реанимационном отделении госпитализированная 50-летняя женщина из деревни Тау. Поздним вечером, 22 февраля, вызвали полицию в село Сандугач. Здесь произошла пьяная драка с нанесением телесных повреждений между 40-летними мужчиной и женщиной. Первым бил мужчина. На защиту женщины встала ее мать, ударив обидчика бутылкой по голове. Через три часа он обратился в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, ушибленной раной правой височной области, затылочной области, грудной клетки и признаками алкогольного опьянения. Отыграться на слабом и беззащитном могут только люди с подлой душой. 23 февраля, в праздничный день, что-то не устроило в этой жизни мужчину, жители села Новый Артаул. Причем день не задался у него с самого утра. В 9 часов утра он выставил на улицу своего двухлетнего ребенка, о чем в дежурную часть сообщила его бабушка. Еще одни безответственные родители продолжили День защитника Отечества на следующий день. 24 февраля из села Сандугачево в 11 часов поступило сообщение через систему 112 о том, что по улице Центральной пьянствуют, а дома маленькие дети. Пьяных падений было много за эти дни. 25 февраля с ушибом мягких тканей лица и параорбитальной гематомой за медпомощью обратился 32-летний мужчина. По его словам, он упал и ударился лицом об деревянную лестницу у себя дома в селе Старый Варяж. Последствия излишних возлияний ощутили на себе некоторые на улице, даже через два дня после праздника. 25 февраля в приемный покой с токсическим действием алкоголя в тяжелой степени в реанимацию госпитализирован мужчина 1963 года рождения. 25 февраля в 22 часа сообщила медсестра приемного покоя о том, что с гематомами мягких тканей в области левого коленного сустава, левого плеча, левой боковой области живота, нижней части спины, скуловой области слева, ссадины в области передней боковой области шеи. За медпомощью обратилась женщина 1993 года рождения, проживающая в доме 78 по улице Победы. Позже выяснилось, что такие страшные побои ей нанес муж, который сейчас находится в розыске. Алкоголь – зло. Суррогатный алкоголь – зло вдвойне. Тем не менее, находятся люди, продающие и употребляющие его. 26 февраля из Сибадов поступил сигнал о том, что два жителя села незаконно продают спиртные напитки. В связи с этим его родители в состоянии алкогольного опьянения на протяжении уже 15 лет ругаются, дерутся. 26 февраля старший оперуполномоченный рапортом доложил о том, что в ходе проверки оперативной информации выявлен факт хищения. Еще в январе 30-летний мужчина – ноутбук и пневматического пистолета, принадлежащих его знакомой девушке, имевшая место в селе Карманово. Позже мужчина оформил явку с повинной. 2 марта в 16 часов 20 минут старший оперуполномоченный отделение уголовного розыска сообщил о том, что в ходе проведения операции по месту жительства Янаульца в доме по улице Аксакова обнаружены порох, патроны различного калибра, гильзы, капсули и инструменты для изготовления патронов. Незаконный производство и хранение боеприпасов вменяется теперь ему в вину. 27 февраля 19-летняя девушка сообщила о том, что из дома, расположенного по адресу город Янаул, улица Пролетарская, совершена кража золотых изделий – телевизора, ноутбука, болгарки, шуруповерта, бензопилы. И подозревает она своего отца. Выезд оперативников подозрение подтвердил. Мужчина продавал домашний скарб с целью приобретения спиртных напитков. Что сказать, звание отца он недостоин. Пожаром уничтожены две машины жителей микрорайона Истяк. 3 марта 3 часа ночи поступило сообщение по системе 112 о том, что горит гараж. Огнем уничтожен автомобиль ВАЗ-2114 и Ниссан Кашкай. Пострадавших нет, проводится проверка. В завершении программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. 6 марта в Межпоселенческом культурно-досуговом центре состоится торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню. Начало в 15 часов. Добро пожаловать. Внимание у жителей частного сектора города Янаула. Администрация городского поселения убедительно просит произвести очистку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод, до избежания подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов. Субтитры подогнал «Симон»!